А я вот задумалась, знаете, о чем? Что вот уже все-таки август у нас переваливается на свою вторую половину. Это значит, что совсем скоро начнется учебный процесс. И ту энергию, которую дети каждый день выплескивают, ее нужно куда-то направлять в действие. Например, ходить на плавание. Либо если у вас человек творческий растет, то значит нужно что-то думать и в этом направлении. Если вокалом увлекается, то и отдайте вокальную школу. Кстати, в детскую школу вокального искусства может заниматься ваш ребенок, пойти под руководством легендарного человека, заслуженного артиста России Бориса Капуна. Сегодня мы и поговорим с ним. Борис Федорович, доброе утро. Доброе утро, ребята. Я вас вижу, любимые мои, дорогие Анна и Паша. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста. Мы не занимались у вас в школе, но такое ощущение, как будто тоже хотели к вам. Как будто на уроке практически оказались. Вот три года назад вы создали школу. Вообще, зачем вам все это нужно? Вообще-то мне это не нужно, Паш. Ну, что, я уже 52 года отдал в сцене, и казалось бы, что, ну, все уже, надо на пенсию, пора высаживать помидоры. Позвонили, предложили, я что-то подумал. Скучаю я действительно и по сцене. Скучаю я по своим внукам, которые находятся в Москве с нашими детьми. И я думаю, ну, почему нет? Надо попробовать. Все в этой жизни, Паш, надо попробовать. И я попробовал. Не три года, а четыре года тому назад. В 2016 году было рождено, это дитё было рождено в 2016 году. И уже четыре года в этом году. Вот, усилиями группы ЧТПЗ, есть такая группа замечательная ЧТПЗ, мы их обожаем, потому что они наши спонсоры. Они нас родили. Это Андрей Ильич Комаров, Александр Анатольевич Фёдоров. При областном оперном театре, что тоже замечательно, потому что наши детки играют во всех спектаклях, которые есть на этой сцене. И два года тому назад приезжал Большой театр с Богемой, если кто-то, наверное, из вас был и видел. Наши дети выступали с Большим театром, с хором Большого театра. Это было потрясающе, это был оркестр, а дети были костюмированы. Это было очень красиво. В общем, здорово. Борис Фёдорович, а вот как дети, занимаясь профессионалами, выступая с ними, как им вообще даётся и репетиционный процесс, и в то же самое время спектакли? Они видят опыт и перенимают его, или всё-таки немного стесняются? Нет. На первых порах, конечно, было тяжеловато, потому что, безусловно, приходят профессионалы, и так поют. И дети это всё слышат. Но дети такие замечательные, я должен сказать, что впервые вижу таких детей. Я впервые вижу таких талантливых, удивительных, искренних детей, которые настолько отдают себя творчеству и искусству, что просто диву даёшься от того, как они быстро учат, как они это любят, как они любят сцену. И они так быстро вписались в оперный, так сказать, вот этот эксперимент. Потрясающе совершенно. У них замечательная детская память, и они ужасно непосредственные. И, безусловно, нахождение рядышком народных артистов, симфонического оркестра, света, сцены театра, публики, которые приходят на наши концерты, это очень здорово. Это потрясающий опыт. А скажите, какие предметы преподают в школе? Ну, у нас хореография, у нас, естественно, вокал. Если кто-то хочет заниматься индивидуально вокалом, пожалуйста, ребята, занимайтесь, потому что целый театр. Целый театр здесь. И огромное количество, естественно, оперных певцов, которые с большим удовольствием будут заниматься с нашими детьми. Но в основном это, конечно, хор. Это такой опыт потрясающий. Петь в хоре. Я, когда прихожу на репетиции, мне самому хочется сесть туда, вот к нашим деткам, и вместе с ними попеть. Хореография говорил, это мастерство актера, безусловно. Ну и, пожалуй, наверное, и все пока. И потом у нас еще дети занимаются в спецшколе. То есть мы каждый год на кастинге набираем 10 человек и отправляем их учиться в школу. Музыкальную. Для чего? Для того, чтобы готовить кадры. Дети взрослеют, старшие уходят уже по консерваториям, по институтам. Нам надо свои кадры как-то восстанавливать. Поэтому школа – это такое подспорье. Вот про прослушивание расскажите, пожалуйста, где, когда оно будет проходить, потому что многие, мне кажется, хотят попасть к вам. Да, Паш, записывайтесь в нашу школу. Аниска, записывайтесь. Значит, смотри, мы везде написали, что с 10-го числа по 17-е число у нас будет прослушивание. Мы вообще хотели с 17-го числа выйти вместе всей школой сюда на занятия, но у нас не получается. Я думаю, что с сентября. А с 10-го числа мы уже принимаем заявочки. У нас есть сайт, на который нужно присылать свои заявки. И записывайтесь, и присылайте, будем отслушивать. Как сайт называется, как найти его? Детская школа вокального искусства – это ВКонтакте. Спасибо, спасибо огромное. Борис Федорович, всегда с вами очень приятно и душевно. Я вот даже представляю, насколько детям хорошо приходить, и они наверняка к вам стремятся приближать. Мы тоже все-таки пойдем, приглашение получено. Хорошего вам дня. Первые ряды, будете сидеть в первых рядах и почислите, как дети. Ну, не знаю, это такой класс, правда. Все, я уже бегу. Спасибо огромное. Борис Каплун – художественный руководитель детской школы вокального искусства. Заслуженный артист России только что был вместе с нами, подарил всем хорошее настроение.